Здравствуйте! Это программа «Наши новости» в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Нельзя увлекаться. Алтайские аграрии планируют сокращать посевы гречихи и других сельхозкультур. Память о близких. Как отметили на Алтае первый после Пасхи праздник? Скорбный, одновременно светлый родительский день. Таджикская музыка, эфиопский алфавит и вьетнамский кофе. В Барнауле прошел фестиваль национальных культур. Май в Алтайском крае будет пожароопасный. Такой прогноз сделало Министерство природы региона. Сухую и ветреную погоду в следующем месяце пообещали синоптики. В связи с чем возможно учащение возгораний в лесах региона. Напомним, пожароопасный сезон в крае открыли на полторы недели раньше, чем обычно, 12 апреля. Первый же случай возгорания в лесу произошел накануне в Егорьевском районе по вине местных жителей. Площадь пожара составила половину гектара. В Тушене задействовали 4 лесных пожарных и 5 автоцистерн. Как сообщили в пресс-службе Министерства, подразделения лесной охраны приведены в состояние повышенной готовности. Дежурство на лесопожарных станциях ведется круглосуточно. За лесными массивами наблюдают по трем направлениям. С пожарных вышек, с воздухопатрульными вертолетами и с помощью данных космического мониторинга. Обь в районе Барнаула и Камни-на-Аби приближается к критическому уровню. На 3 часа дня в краевой столице до опасной отметки оставалось 30 сантиметров. В Камни-на-Аби – 50. Повышение воды прогнозируют и в ближайшие два дня. Судя по темпам роста уровня воды, подтопление прибрежных территорий возможно уже завтра. Накануне Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обнародовало прогноз о том, что с 17 по 20 апреля на главной водной артерии Сибири может резко повыситься уровень воды из-за дождливой погоды и обильного таяния снега. МЧС планирует усилить группировки в Барнаульском Затоне, в Камни-на-Аби и Шалаболихинском районе. К другим темам. Платная парковка как условие чистоты. Именно так разработчики первой в Барнауле платной стоянки для автомобилей рядом с двумя вокзалами относятся к своему проекту. Но среди горожан все больше недовольных нововведением. Почему? Пыталась разобраться Анастасия Дороган. За парковкой машин больше, чем на ней. Периметры двух вокзальных площадей в нарушении правил стали усиленно заполнять автомобилями с ноября 2017 года, когда здесь появилась платная автостоянка. Потому что очень дорого, я здесь работаю, и оставлять машину на весь день для моей зарплаты очень накладно. Это менталитет. Вы либо наказываете сразу, либо я успел за 10 минут забрал человека и уехал. Время – деньги. Месячный абонемент почти 3000 рублей. Более доступные варианты – сутки. 150 рублей – 1 час 50. Барнаульцы же предпочитают меньшую цифру – 20. Именно столько минут находиться на парковке можно бесплатно. Этим пользуются и автомобилисты, и водители маршрутных автобусов, чья посадка происходит тоже на платной парковке. Последние признаются, что вынуждены хитрить. Прежде чем заехать на стоянку, выжидают, пока соберется побольше человек. Людям очень неудобно. Мы вот там стоим, отстаиваемся. Люди вот здесь стоят, мерзнут. Пассажиры не только мерзнут, но еще и ищут свой транспорт. Там вообще-то останавливался он, вон в том углу. А сейчас что-то нет, вот там. Не знаю теперь где. Мне на Алтайку уехать, и я не знаю, где это вообще. Хоть хотя бы какие-то разметки сделали. Только на создание парковки, асфальтирование, благоустройство, владельцы вложили 6 миллионов рублей. Теперь платят за содержание. Говорят, несут убытки. По 1200 за день машин проходят. Насколько вы за день получали плату со всех машин? Ну, где-то по 40 примерно машин. Автовладельцы не готовы платить за место. Впрочем, как подчеркивает один из совладельцев Алексей Богданов, делать автостоянку коммерческой изначально никто и не планировал. У разработчиков была другая задача – навести на территорию порядок и улучшить внешний облик площади. Мы не собираемся купать, и целей такой никто не ставит. Ну, что здесь было до того, как нам передали эту территорию, то это была головная боль. То фонтан, то клумба, то еще что-то не знает чего. Все затутно, все загажено было. Но сейчас, я думаю, намного стало лучше, удобнее. Поднимать тарифы на стоянку не планируют. Несмотря на недовольство и пассажиров, и водителей, закрывать парковку владельцы тоже не хотят. А недовольные, которых большинство, стараются просто не пользоваться платной парковкой. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Молодым педагогам края компенсируют часть процентной ставки по ипотеке. На эти цели из бюджета региона по распоряжению губернатора выделят почти 4 миллиона рублей. Компенсацию получат 123 молодых учителя, которые оформили ипотеку в период с 2013 по 2015 годы под процентную ставку, превышающую 8,5% годовых. Напомним, что расходы по льготной ипотеке молодым педагогам частично компенсируют, начиная с 2014 года. Ежегодно такую поддержку получают больше 100 человек. Всего за время реализации программы по льготной ипотеке для молодых учителей на компенсации перечислили более 9 миллионов рублей. Почти 200 алтайских студентов будут наблюдать за ходом проведения единых госэкзаменов. Сегодня в Барнауле они завершили практическое обучение. Юноши и девушек обучали на психологическую готовность в разных ситуациях. Студент, он вчерашний выпускник. И иногда им тоже хочется помочь тем участникам государственной итоговой тестации, которые в данном случае проходят экзамен. И, конечно, общественный наблюдатель должен понимать, что он может делать, а что нет. Днем ранее 200 студентов прошли специальное тестирование. В нем проверяли, насколько хорошо будущие наблюдатели знают порядок проведения ЕГЭ. Привлекать студентов в качестве наблюдателя начали 4 года назад. Первопроходцев было всего 10, сейчас их 200. Как поясняют эксперты, практика себя оправдала. Студенты ответственны и не закрывают глаза на какие-либо нарушения. Я считаю, что мой долг, как будущего учителя, помочь с этим справиться. И чтобы понять все эти тонкости проведения ЕГЭ, необходимо побывать и с другой стороны. Я теперь знаю, после прослушивания всех лекций, тестирования, я знаю все виды нарушений, о которых я могу предупредить своих учащихся в будущем, чтобы не допускать каких-то таких курьезных ситуаций. Этой весной многие алтайские аграрии планируют в разы меньше сеять гречихи. Такую меру накануне им порекомендовали власти края. Впрочем, то, что объемы посевов культуры нужно сокращать, понимают и сами крестьяне. По их мнению, виной всему низкая закупочная цена и недостаточная господдержка. Сеть в два раза меньше гречихи, чем обычно, призвал первый зампредседателя правительства края Александр Лукьянов. По его словам, запасы сельхозкультуры с прошлых лет повышают 1,2 млн тонн. Проблему переизбытка гречихи фермеры признают, но считают, что возникла она из-за недостаточной поддержки со стороны властей. Так, по словам Алексея Попова, фермера из Уст-Калманского района, за килограмм гречихи крестьянин сегодня получает порядка 5-6 рублей. В то время как еще два года назад реализовать урожай можно было в среднем по 30 рублей за кило. В итоге многие хозяйства сейчас вынуждены сокращать объемы посевов. Многие не видят выхода вообще в данной ситуации. Что касается экспорта гречихи в Китай, на днях было заключено соответствующее соглашение, то аграрии считают, что объемы поставок скромные, и в целом проблемы сбыта это не решит. Отметим, под угрозу сокращения посевов в этом году попала также пшеница. Сегодня христиане по всему миру отмечают радоницу. Тысячи жителей края поехали на кладбище, чтобы в родительский день вспомнить усопших добрым словом. Для того, чтобы привести в порядок могилы своих родственников, кому-то пришлось отпрашиваться с работы. Как прошел первый праздник после Пасхи, расскажет Ирина Корчагина. Это на кладбище? 108-й автобус с 7 утра довозит пассажиров до Черницкого кладбища бесплатно. Отъезжает по наполняемости. Водители говорят, что к середине дня воспользоваться бесплатным транспортом успели сотни барнаульцев. На самом кладбище сегодня многолюдно. Перед тем, как пройти к могилам, приезжающие покупают цветы, их выбор огромен. Хотя чаще берут те, что подешевле. Тюльпаны сейчас очень хорошо берут, крокусы, пионы. Родительский день считают радостным событием. И все же без ложки дегтя сегодня не обошлось. На въезде образовалась пробка. Территория не смогла вместить большое количество машин. Почти каждый водитель буксовал грязи. Все искренне удивлялись. Почему нельзя было отсыпать дороги, чтобы пройти могли хотя бы пешеходы? Зато к организации торговых точек здесь подошли организационно. Насколько это место продавать шашлыки на кладбище? Ну, для меня тоже. Как будто какой-то первомай. Поминают вообще всегда хлебом. Помолиться за ушедших в часовне Иоанна Крестителя и убрать старые цветы с могилы. Поток людей не прекращался до самого закрытия кладбища. А где-то привести в порядок могилы просто не получится. Шокированные родственники приезжают на кладбище и видят, что к оградкам нельзя подойти. Из-за талых вод их очень сильно подмыло. В воде стоят и памятники, и венки. Если вы знаете, что там низина, там нельзя это делать, и не к кладбище. А там все, это кошмар какой-то. Еще осенью, когда это место дали, я сказала, что утонут все. Утонули. На плохое состояние городского кладбища жаловались сегодня и рубцовчане. Правда, там другая проблема. Посетители сами засоряют территорию старыми цветами и остатками поминальных обедов. В итоге радостный для православных день и свидание с умершими превратился для многих жителей края в преодоление проблем, с которыми ежедневно приходится сталкиваться при жизни. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Три новых купола подняли на храм во имя живоначальной троицы в Нагорной части краевой столицы. Осветил их накануне митрополит Барнаульский Алтайский Сергий. Диаметр самого большого купола 3,5 метра. Высота вместе с крестом почти 7. Маленькие, чуть более 3 метров в высоту, установили по бокам. Немного позже поднимут и остальные купола, в том числе на колокольню. Все они были изготовлены на предприятии «Восточная вершина». Правительство края заявило о продаже тепличного комплекса «Индустриальный». Об этом накануне сообщили власти региона. По их мнению, реализация имущества «Индустриального» позволит продолжить модернизацию комбината. А в дальнейшем даже нарастить объемы производства овощей. Сейчас готовится документация для проведения торгов. Как только завершится работа по оценке имущества комбината, документы включат в план приватизации. После этого объявят торги, сообщает официальный сайт Алтайского края. Власти края надеются на появление инвестора, который выкупит и реконструирует предприятие. Быть или не быть жилому поселку на территории барнаульского садоводства «Трансмаш» – этот вопрос регулярно поднимают на общих собраниях. Одни желают получить здесь прописку, другие – категорически против нового статуса из-за лишних затрат. Компропис пока не найден. Но можно ли в принципе добиться нового статуса сегодняшнему садоводству? Разбиралась Валентина Аскерова. Наталья Полоуз уже несколько лет мечтает о прописке. Своей квартиры у женщины нет, но есть участок в садоводстве «Трансмаш». Сейчас они с мужем строят там дом, в котором надеются прописаться. Единственный выход видят в том, чтобы превратить садоводство в поселок. Мне уже перевалило за 30, так же, как моему мужу, и хочется, чтобы было что-то. Возможности заработать на свою квартиру у нас нет, родителей нет у меня. Поэтому надеемся, что это произойдет, и у нас наконец-то появится жилье. Другие садоводы уверены, что при новом статусе местная администрация займется облагораживанием территории. Ведь сейчас здесь отсутствуют коммуникации, существуют серьезные проблемы с дорогами, по которым не может проехать даже скорая. Но при всех преимуществах большая часть садоводов против того, чтобы на их территории был поселок. Оно и понятно – это лишние налоги. Им не нужен никакой статус садоводства. Им нужна земля, чтобы прийти, вырастить для себя. А когда поселок – это лишние заморочки. И поселки нужны. Вот они, беженцы, деревень. А если в городе живешь, у меня 100 квартир. Мне зачем это нужно? Вот только у Натали Палаус и у многих других козыря в виде 100 квартир нет. Им хотя бы одну. Кстати, решение о присвоении статуса решится на общем собрании садоводов в следующем году. А пока эксперты советуют людям, мечтающим о своем жилье, пойти более простым путем. Более грамотно можно поступить с тем, что сохранить именно садоводство и точечно признавать свои дома жилыми. То есть это возможно либо через суд, либо через местный орган исполнительной власти путем создания специальной комиссии, которая уже по принятию данного дома жилым выдаст решение, что там возможно будет прописаться. Лучше всего, пояснили специалисты, в администрацию обратиться коллективно, чтобы ускорить процесс работы специальной комиссии. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. День национальных культур прошел сегодня в Алтайском техническом университете. Если раньше иностранные студенты представляли свои национальные блюда, то со временем мероприятие переросло в большой фестиваль традиций и культуры. Послушала таджикскую музыку, попыталась выучить эфиопский алфавит и просто понаблюдала за происходящим наш корреспондент Елена Кузовкина. Ирак, Сирия, Палестина, Франция и Китай. В политехническом вузе сейчас учатся более 900 студентов из 31 страны мира. От национального колорита здесь разбегаются глаза. Русскому человеку все происходящее кажется необычным. Хотя для этих ребят необычно сама учеба в Алтайском вузе. Нан Цонг приехал к нам из Камеруна и, кажется, только-только начал привыкать к новой жизни. А вы часто в обычной жизни наносите на себя подобные рисунки? Да, конечно, конечно. Это как у нас традиция. То есть дома перед тем, как готовить яичницу, нарисовал себе гебру? Нет, нет, нет. Потому что это не у нас дома. Национальные ритмы Таджикистана переплетаются с мелодиями Африки. Звучение гармоничное и слаженное. Оказалось, что это не отрепетированный номер, а импровизация, рожденная на наших глазах. Вы из дома привезли с собой его? Да, из дома привезли. Вам музыцируете так вечерами, когда скучно и хочется на родину? Да нет, иногда хочется, иногда нет. Но в обшаге играем, когда скучно. После окончания вуза Минас из Эфиопии хочет стать энергетиком. Вот только останется работать в России или уедет на родину, парень еще не решил. В Барнаул он приехал, совершенно не зная нашего языка. Зато с удовольствием любого желающего научит эфиопскому. Праздник национальных культур в Политехе продолжится и завтра. Кстати, проводят его уже девятый год подряд. Нынче с песнями и танцами хотели выйти на улицу, на вузовскую сковородку, но побоялись погоды. Надеются, в следующем году фестиваль получится еще более массовым. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края пасмурно. Местами пройдет дождь со снегом. Днем в Заринске всего плюс 2 градуса. В Бийске камни на обеи Тальменке около 4 тепла. До плюс 8 в Кулундии. В Барнауле возможен дождь. Ветер северо-западный слабый. Ночью минус 3 градуса. Температура днем 3 градуса выше 0. На сегодня это все новости. До встречи в эфире. Иван Авдеев прошел всю войну. В 45-м году участвовал в боях за Венгрию. Во время битвы на станции Банхида в течение пяти дней его группа отразила 40 атак противника. Солдатам удалось подбить танк и уничтожить три бронетранспортера. Лично Иван Авдеев ликвидировал больше 20 немецких солдат. За это и был достоин звания Героя Советского Союза. Григорий Раевский воевал на Западном, Центральном и Белорусском фронтах. В 43-м году с группой бойцов на лодке и фрейтор первым переправился через Днепр. Отделение захватило выгодную позицию на правом берегу и вступило в бой, что способствовало успешному форсированию реки. За образцовое выполнение боевых заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза.